Добрый вечер! Сегодня у нас второй вебинар, посвященный структурам данных, в частности абстрактным типам. Те, кто слушал предыдущий вебинар, особенно для тех, кто не слушал, чуть-чуть краткое содержание, о чем мы говорили тогда и продолжаем сегодня. У нас есть в любом языке программирования, в частности в JavaScript. Структуры данных. Способ организации данных в памяти компьютера или на диске. Типичным примером структур данных являются массивы и объекты. Это к JavaScript имеет отношение. У нас есть по большому счету три ситуации, в которых программист использует структуры данных. Первое это хранение реальных данных, список чего-то, имен мальчиков, например. Это для моделирования ситуации и вспомогательные как инструмент, инструментарий программиста. Мы рассматривали и сейчас будем рассматривать именно вот этот третий вариант, как инструментарий программиста. На прошлом вебинаре мы рассматривали стэк, который представляет из себя абстрактный тип данных. Видели, можно многое, много интересных вещей делать поучу стэка. Сегодня у нас на очереди... Очереди! Как хорошо получилось. Структура данных, которая называется очередью, она напоминает стэк, но если вы помните, в стэке у нас элемент, который добавлялся последним, извлекался первым, то в очереди первый элемент, который добавляется, он же первым и извлекается. Так сказать, first in, first out. То есть очередь наша программерская работает по тому же принципу, что и очередь куда? В цирке, например, да? За билетами. То есть тот, кто первый встал в очередь, тот первый купит билет. Последний купит последний билет, если они к тому моменту останутся. Например, да? Вот. На самом деле, опять же, например, в операционной системе нашего компьютера есть масса очередей. То есть, например, очередь на принтер, на печать, задание. Если мы сейчас отправим один файл, второй файл, третий файл, они будут ждать очередь. Правильно? Когда мы что-то набираем на клавиатуре, то же самое ситуация. Каждый наш введенный символ, он становится очередь. И если операционная система в данный момент на что-то отвлеклась, надо было что-то подкачать, скачать, вернется и продолжит. Да? Потому что все это ждет очередь. Никто ничего никуда не девается. Вот. Соответственно, мы можем, естественно, описать нашу очередь, как и в прошлый раз мы описывали стэк. Опишем с помощью класса, который так и назовем очередь. Уеуи. Вот так он будет выглядеть. Вот. Понятно, что нам понадобится где-то данные держать. Данные мы будем, как и в случае со стэком, держать в обычном массиве. То есть у нас будет конструктор, который будет выглядеть так. Здесь, соответственно, да, ну здесь мы сделаем вот так. Data обозначим, что это, скажем так, свойство закрытое, которому не надо иметь доступ извне. И в этом массиве мы будем хранить все данные. То есть он будет у нас реальной, физической, да, очереди. В очереди, если вы помните, опять же, стэк, мы говорили про стэк, да, там есть два самых ходовых метода. Это пуш и оп. Добавление и извлечение. В очереди эти два метода называются Enqueue и Dqueue. Соответственно, Enqueue мы опишем как метод, который принимает, я, давайте так, я, чтобы сэкономить место, я, с вашего позволения, буду вот так вот писать в одну строчечку, если удастся, да, просто чтобы побольше в экран вместилось. Понятно, да, это не потому, что я такой плохой, а вот. Неправильно кодирую или что-либо еще. Итак, Enqueue принимает некое значение, которое мы, а что мы делаем, мы просто банально берем его и пушим, добавляем в наш массив. Бабам. Вот. Соответственно, обратное Enqueue, метод, который называется Dqueue, он понятно, что берет, он возвращает, притянет, здесь дата, и мы исполняем операцию Shift. Понятно, без параметров. Ну, вот они, самые основные моменты. Опять же, вы помните, что есть вариант, когда мы работаем с массивом, такой читерский, подсмотреть, что же там находится наверху, не извлекая это дело, да? Поскольку у нас здесь две точки входа и выхода, да, то есть с одной стороны заходим, с другой выходим, то у нас здесь два таких читерских момента. Как правило, первый называют Front. Front. То есть он, что делает у нас Front? Он возвращает. Соответственно, у нас он будет первый элемент, не извлекая, обратите внимание, да? Не извлекая. А зад, который именуется как Rear, он, соответственно, у нас, опять же, возвратит значение, не извлекая последнего, да? Так, раз получится здесь дата лент, лент минус 1, да, вот так. О, ба-бам. Ну, кстати, обратите внимание, тут маленький нюанс, друзья мои. Нюанс заключается в том, что, что считать передом и задом, ну, это уже на наше усмотрение, да? То есть, грубо говоря, если у нас очередь вот такая вот труба, труба, да, то согласитесь, что мы можем зайти как, как бы, слева и выйти вправо, а можно зайти справа и выйти слева. Ну, это нам решать. Вот. В нашем случае у нас Front будет с этой стороны, а зад будет с этой стороны, да? То есть, мы будем добавлять сюда, а выходить будем отсюда. Опять же, это потому, что мне так захотелось, можно сделать по-другому, от этого ничего не изменится. Как и в случае, обратите внимание, как и в случае со стеком, нам нужно будет отслеживать пустоту, очень, а не пустая ли она. Да, поэтому, конечно, у нас должен быть обязательно метод, который будет называться empty, который будет возвращать, ну, давайте сделаем так. Он будет возвращать, соответственно, true или false. Вот, до кучи сделаем, до кучи сделаем еще метод size, который будет возвращать нам размер очереди непосредственно. Так, тут я return, кстати, забыл, слово и здесь забыл. Сейчас мы их тут вставим. И здесь мы его тут вставим. Вот, size, да, size. По большому счету, очередь еще имеет, вообще-то, ну, как и, опять же, многое, да, по аналогии со стеком делается. Очередь можно очистить. Очистим мы ее очень просто и тупо. Например, вот таким образом, да. Вот. И сделаем наш такой дебажный метод. Назовем его show. Для того, чтобы можно было заглядывать туда, мы будем возвращать содержимое того, что там есть. Просто будем его join-ить. join-ить, например, через пробел. Для того, чтобы можно было посмотреть, да. Еще раз, это, опять же, касается тех, кто был у нас на прошлом вебинаре, вы видите, что все фактически одно и то же, да. Точно такой же конструктор из empty, size, clear, show, да. Все то же самое. Только там мы ограничились двумя методами push-up. Здесь у нас in-queue, dequeue, плюс там был, опять же, там у нас был top. Для того, чтобы посмотреть вверх. Здесь мы можем посмотреть и спереди, и сзади, соответственно, front и rear. Вот наш прекрасный класс, описывающий очередь. Естественно, теперь с этим делом можно что-то сделать. Ну, давайте, опять же, я не буду оригинальным. В любой книжке по структурам данных, когда речь заходит об очереди, приводят пример детской игры, которая называется hot potato. А как горячая картошка? Я это сделаю то же самое, чтобы не изобретать велосипед. А в чем идея этой игры? Обратите внимание, да. Игра, значит, следующего плана. Следующего плана. Дети выстраиваются в круг. Их там какое-то количество, какое-то количество детев. Выбирается некий волшебный номер, например, 3. И, начиная, например, с первого человека, ему дается эта самая горячая картошка, которую он перебрасывает другому, пока не упрямся в число 3. То есть, например, раз, два, три. Кто на этом деле остановился, товарищ, выбывает из игры. Потом поехали дальше. Раз, два, три. Выбывает из игры раз, два, три. И так далее, пока не останется последний человек, который и является победителем этой самой игры. Вот и все. Да. Я, опять же, на прошлом вебинаре говорил, да, чем хорошо, почему необходимо нормальному элементарному программисту, да, надо знать не только стандартные типы в том или ином языке программирования, но и абстрактные типы данных, которые применимы везде. Такие вот, как стек, очередь и многие другие. Знание этого позволяет сразу определить, какую из структур лучше использовать в той или иной ситуации. То есть, получив задание на эту игру, мы видим, что у нас не что иное, как цикличная очередь. Как нам ее исполнить? У нас очередь банально циклична. То есть, мы по очереди закидываем товарищей в нашу очередь, правильно, да? То есть, наша программа будет получать на входе а список имен и какое-то число, вот, которое мы будем считать, правильно, да? И возвращает она имя последнего, который остался после вот этого отчета нашего числа, да? То есть, как мы будем играть? Как мы будем играть, опять же. Тот, кто держит картошку, он первый в очереди, правильно, да? То есть, как мы будем гулять? Еще раз давайте просмотрим. Вот, то есть, поскольку у нас очередь все-таки она вот такая, да, то на вход мы получили определенное количество товарищей. Раз, два, три, четыре, пять, правильно? Первый товарищ АК пробрасывающий картошечка, извлекается отсюда и ставится в конец очереди. Далее. Второй извлекается отсюда, ставится за ним. Ну, на третьем, предположим, все закончилось, да? Имеется в виду, что он выбывает. Третьего мы отсюда просто выпихиваем, да? Потом пошло дальше. Опять же, этот сюда, этот сюда. Эти постепенно продвигаются вперед. То есть, у нас таким образом получается цикличная очередь до тех пор, пока у нас не останется там последний человек. Правильно? Вот. Вот. Ну, на самом деле, мы единичку, да, среживаем. Вот. Поэтому мы можем спокойно теперь описать функцию U. Давайте напишем ее. Hot potato. Которая принимает имена, как мы сказали, да, и некое число. Ну, имена мы будем передавать в виде массива, конечно же. Вот. И так далее, да? Итак, что мы делаем? Поехали. Создаем нашу очередь. Создали очередь. Это вот она, труба. Да? И мы там, соответственно, закидываем в нашу очередь по очереди. Бегаем по нашим именам. Бегаем по нашим именам. Вот. Q. И наш метод NQ, куда мы текущего, закидываем текущего товарища, да? Вот. Вот таким вот образом, как видите. Ба-бам. Все. Они все там. Они все так. Теперь обозначим переменную для выбывающего товарища. Вот она, да? Вот такая. И начинаем нашу игру. Здесь там, наверное, более подойдет wild под это дело, под наши нужды. Крутим до тех пор, пока сайз нашего тела больше единицы. Да? То есть, когда один, тот кто остался, тот остался. Правильно? Правильно. Очередной форм. Здесь у нас образуется очередной форм. На самом деле, можно фактически отсюда скопипастить. Только единственное, что у нас здесь будет до нама. По наму нашему крутимся. Правильно? Нам. И плюс-плюс. Вот. Что мы делаем? Мы, обратите внимание, как и договаривались, как и договаривались, мы извлекаем... Сейчас мы как-то и делаем вот так. Инкью. Попытаемся в одну. Инкью-дикью. Вот. То есть, мы извлекаем первого и ставим его, запихиваем туда, в конец очереди. Круглая стопка. Вот. Вот таким образом. Раз, и раз, и раз, и раз, и раз пробежали. Правильно, да? Пробежали. Теперь берем нашего парнишку, который после этого цикла... То есть, цикл прошел. Цикл прошел, да? Нужный нам... Мы кого-то выбираем первого. Мы кого-то выбираем первого. Вот он, да? И даже можем написать... Даже можем написать... Напишем что-нибудь типа... Промокнулся. Вот так. Кто-то какой-то вышел из игры, да? И вот так, и вот так, и вот так, пока у нас там не останется один последний человек. Вот. В самом конце, в самом конце, поскольку он у нас где-то здесь остается, да? Мы что? Мы ретюрнем последнего оттуда. Наша функция выбирает последнего, да? Вот таким вот образом. Вот она у нас так и получается. Теперь можно... Давайте ее попробуем запустить. Итак. Сделаем массив имен. Имен. Значит, у нас будет, например, Вася. Петя. 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 Зина пусть тоже поучаствует. Катя тоже будет. Ну, до кучи... Давайте Федю сделаем еще, да? Федя. Ладно, хватит. Я думаю. Федя. Вот, массив, да? Теперь. Запускаем нашу функцию. Передаем туда наших детишек. И давайте, ну, волшебное кончисло типа 7. Да? После чего... Напишем, что в игре... В игре победил... Вот кто остался. Вот так. Видите? Все. Вот. Пробуем это дело запустить. Ах, зараза. Все понял. Сейчас, секундочку. У меня кодировка неправильная. Сейчас все будет нормально. Обратите внимание. Обратите внимание. В игре победил у нас Вася. Видели, да? В игре победил Вася. Ну, вот. На самом деле, он не совсем победил. А вот он, да. Вася. Потому что у меня здесь... Кое-что пошло не так. Да, слегка. Сейчас я подредактирую. Энкью-де-кью. Это мы энкью-де-кьюем. Тут мы декью-де-кьюем. Этого дела. Этого дела. Да? У нас почему-то у меня этот притонист не отработал. А почему я не вижу? Сейчас, секунду. Есть вариант, что мы куда-то не попали. Нейпс-нейпс. Кью-де-кью. Вот. Так. Я проверю, да? Ага. Все. Я нашел. Вот. Моя ошибка. Видите, да? Забыл круглые скопки поставить. И все. Вот оно. Ну, Вася, тем не менее, победил, конечно, в игре. Тем не менее, вы видели, да? Зина сначала у нас вышла. Петя, Федя, Катя. И, наконец, победил наш Вася. Можно попробовать поставить другое число. Например, если мы поставим число 5, то у нас Катя победит. Вася первым выйдет из игры. Правильно, да? Если мы девяночку поставим, у нас опять Катя победит. Кате два раза повезло, да? Таким образом, вот. Тем не менее, как видите, вот у нас классическое хрестоматийное использование. Очень. Самый хрестоматийный, самый простой пример. Ага. Сказали мы. Так. Давайте попробуем что-нибудь посерьезнее. Да? Серьезнее. Например. Давайте посмотрим. У меня есть вот такой файл. Посмотрите, да? Обычный текстовый файл. В котором список мальчиков и список девочек. Видели как, да? Каждый на своей строке, буква Д, это девочка, М, это мальчик, разделены пробелами. Пришли они на танцы. И наша задача поставить их в пары. Кому досталась пара? Кому не досталась пара, ждет очереди. Правильно, да? Вот. Более сложная задача. Во-первых, начнем с того, что мы видим, да, давайте рассуждать. У нас уже получились какие-то персоны, да, причем персоны обладают вполне себе характеристиками. У них есть имя и у них есть пол, скажем так, да? Секс. Легендер. Не знаю, как правильно назвать. Причем обратите внимание, что количество мальчиков и девочек здесь неравномерное. Правильно, да? Ну что ж. Давайте попробуем это дело сделать. Описать. Как бы мы это описали. Во-первых, сделаем два класса. Первый класс будет называться Dancer, то есть некая персона, у которой будет конструктор, который будет принимать два параметра. Это имя и, соответственно, пол ребенка. Ребенка и здесь мы и же и определим. Name – это name. Name – а sex – это sex. Sex – это sex. Бам! Это первый объект. Да, Dancer. О, чуть не отпечатался, точнее раз. Конечно, Dancer. Dance. О, наконец, сделаем непосредственно класс, который будет всем управлять, непосредственно Dance. А теперь танцы. О. Что у нас будет здесь? Во-первых, у нас в Dance тоже будет конструктор, который будет принимать вот этот наш список, который мы зачитаем из файлов. У нас будут две очереди, параллельные, да? Очередь мальчиков. Мальчиков. New cube. И очередь девочек. Очередь девочек. Вот так. Ба-бам! То есть, в конструкторе мы создадим две очереди. Натологный конструктор. И далее вызовем наш метод, который мы сейчас опишем. GetDancer. Прокинув туда лист. Прокинув туда лист. Соответственно, сам метод GetDancer будет выглядеть следующим образом, друзья мои. Да? Как? Ну, во-первых, начнем с того, что нам его нужно зачитать. То есть, мы, ну, технически можно зачитать там, можно зачитать там. Наверное, мы, давай так, мы имя, наверное, сюда, этого файла примем, да? А здесь его зачитаем. Окей. Итак, names. Неймс. Лист. Сплит. Мы зачитываем этот файл построчно. Построчно, обратите внимание, да? То есть, зачитали в массив. То есть, у нас names – это массив, в каждом из которых лежит своя строка. Правильно? Правильно. Поскольку это массив, давайте сделаем что-нибудь более интересное и современное. Пробежимся по нему forEach. ForEach. Передаем ForEachLine. Передаем Line. Line. И... Вот так. Вот у нас ForEach такой будет, да? Вот. Вот. И мы здесь что-то делаем, функции, которые будут на это дело отрабатывать. Мы здесь делаем так. Формируем, да? То есть, этот метод он формирует на нашей очереди. Берем строчку. Тримем ее. Чтобы не осталось там никаких переводов строк. После чего делим по пробелу. Правильно? В свою очередь массив. То есть, у нас Denser – это массив из двух элементов. M – имя. Или D – имя. Правильно, да? Далее мы говорим. Если... Если у денсора в первом элементе буковка D, D, да? То что мы делаем? Если так... Вот. То мы берем здесь, female dancer. Вот он, да? Здесь, female dancer. In queue. In queue. Кого? А там будут лежать объекты. New dancer. New dancer. Которому мы передаем сначала имя. Стоп. Потом. Sex. Вот так. Else. При else мы делаем все. Только для другого, да? То есть, это у нас мальчик. Соответственно, здесь будет male. Как говоря, здесь все, что нужно делать, это поменять на male. Но технически это тоже можно на самом деле вынести в какой-то отдельный метод. Но. Оптимизацией заниматься сейчас не будем. Да? То есть, dancer-конструктор. И dancer после того, как он дернул, а это все делается в конструкторе, у нас две очереди заполнены. Одна для девочек, другая для мальчиков. Как хорошо. И. Теперь. Теперь давайте опишем непосредственно непосредственно метод dance, который будет заниматься всем, чем надо. Вот он, да? Вот так. Так. Что мы там будем делать? Опять же, да? Во-первых, мы напишем print, да? Скажем людям. образовались следующие пары. Какие? Какие? Wild. Wild. Бежим, пока кто-то из них не закончился. чтобы равное... Кто-то из них закончился раньше. Нам нужно равное количество. Да? Выбрать. Подели, нам оба надо. По-хорошему. Да. Вот так, да? Три-дари-дари-дари-дари-дари. Вот. Бегаем, да? Тут empty, это empty. Показываем. Извлекаем. Name. Имя девочки. Имя мальчика. Мы. Вот так, раз. Во-первых, для начала. Имя девочки, имя мальчика. Так, извлекли. Так, так. Теперь напишем. Если девочек в очереди еще есть кто-то, да? Если девочек есть кто-то в очереди, в очереди, да? то напишем. Девочек, в очереди. Столько-то, собственно, его и покажем, да? Девочек в очереди, столько-то. Так. Продолжаем. И первая из них первая из них то, тот, кто там стоит. И первая из них это обращаемся к фронту, а там у нас name. name, да? Вот так. И точка. Правильно, да? Берем этот тиф, копипастим, копипастим, и делаем то же самое с мальчиками, да? Если мальчиков много, то пишем мальчиков в очереди столько-то. И первый из них вот такой мальчик. Как бы, да? О! Отлично! Вот он, наш класс. Да? Вот. Теперь все легко и просто. Запускаем сам процесс. new dance. New dance. Файл у меня называется dancer. tkt. tkt. В этот момент исполняется конструктор, все заполняется, да? И теперь мы говорим процесс. Пошел! Dance. А теперь танцы. А теперь танцы, да? Вот. Ну, если я ничего не напортачил со своим copy-past, то, ну, видите, где-то что-то он не может открыть, да? Ну, конечно. Dancers. Неправильное имя файл. Dancers. Вот так. О! Отлично! Вот они! Видите, да? Вот они. порезинут Вася, Катя, Федя, Маша, Вова, наша Петя и девочки все, а мальчика пошелок в три очереди остался и первой из них оказался Дима. Йоу! Вуаля! Друзья мои, да? Вот так. Вот вам еще одна уже пролвинутая очередь, да? Пришелись практически два объекта, АВИД использует другой. Тоже вполне себе рабочий проект. АВИД у очередей есть отдельная такая категория, подкатегория, которая называется очереди с приоритетами. Более специализированная структура данных. А вот. Но тоже бывает полезно. То есть у приоритетной очереди у нее все то же самое. До начала, конец, но у приоритетной очереди элементы упорядочиваются по некоему ключу. Да? Так что элемент с наименьшим значением этого ключа всегда находится значением. Но на самом деле тут тоже разное. Тут все зависит. Есть ряд так сказать продавительств, которые приоритетным считают меньший ключ, а кто-то считает больший ключ. Ну, собственно говоря, тут суть не важна. Мы сами вольны принять, что приоритетнее число 1 или 5 к одному, да? Но так или иначе, когда мы выбрали, то есть мы понимаем, что здесь происходит некая сортировка какая-то, да? Вот. И тут на самом деле очень интересный происходит, очень интересный вопрос. Происходит очень интересный вопрос. Такой, да? Который нам понадобится. Идея в чем? Посмотрите, мы, когда в свое время говорили про стек, я уж не помню, но кажется, да, рассматривали аналогию с теком в нашей реальной жизни почта. Ну, как нам письма приходят, да, обычно. Пришло письмо, второе, третье, четвертое, мы там просматриваем. Но, как правило, обратите внимание, письма мы, как нормальные люди, определяем с приоритетом. Правильно, да? Опа, пришло письмо от начальника, все, брось, а исполни его, да? Ну, а письмо от друга Ласи, посмотреть, какой-нибудь почитать этот анекдот, где-то он анекдот нашнул, его можно сделать потом, непонятно где и когда. Правда, да? Ну, таким образом. Вот. Соответственно, здесь, на самом деле, очень тонкий момент, друзья мои, очень тонкий момент. Вот, в компьютере, кстати, у нас тоже есть понятие, приоритетов. Машина многозадачная, да? У нас разные процессы имеют разные приоритеты. Правильно, да? Вот. Но тут очень интересная вещь, вот в чем. Надо, поскольку здесь нужно осуществлять, предположим, некую сортировку, то возникает вопрос, когда это делать, да? Ну, на самом деле, скажу вам так, нормальные очереди, нормальные очереди, они реализуются на основе другой структуры данных, которая называется кучей. Может быть, когда у меня дают руки, мы о кучах тоже поговорим. Но поскольку мы сейчас до этого еще не дошли, вот, то мы, опять же, будем использовать обычный массив. Обычный массив, где мы будем хранить. Да? И тут есть маленькая проблема, да? Маленькая проблема. Что и когда сортировать? То есть, при добавлении осуществлять сортировку, да? Если мы будем при добавлении осуществлять сортировку, тогда добавление будет медленное, потому что сортировка, она потребует перемещения многих элементов, зато будет быстрый доступ. Дай раз, раз и все. Второй вариант наоборот. Второй наоборот, да? При вставке мы просто пихаем все это внутрь, внутрь, ну, в конец я имею в виду, бам-бам-бам-бам-бам-бам, да? А уже при извлечении мы на самом деле сортируем. Правильно, да? Вот. Лучше всего, конечно, быстрое извлечение. Быстрое извлечение, да? Вот. Потому что при малом количестве элементов, которые у нас, предположим, имеются, и таких ситуаций, когда скорость не критична, да, то, в принципе, достаточно реализации именно приоритетной очереди на базе массива, спокойно, да? А вот если уже большая очередь, там, да, там можно уже, нужно даже говорить о куче. Но, тем не менее, мы сейчас посмотрим банальную очередь, где мы все это дело будем осуществлять на базе массива. Значит, что мы сделаем? Мы, во-первых, начнем с того, что мы отнаследуем наш слово, да, вот этот класс Q, мы его отнаследуем, и сделаем отдельный класс приорити. Приорити. Чтобы каждый из них был самостоятельный, да, практически. Значит, что мы сделаем? Мы сделаем такую вещь, поскольку, обратите внимание, у нас уже есть приоритеты то нам нужно будет опять же хранить некий объект, у которого может быть разу, в зависимости от того, для кого мы приоритет очень пишем, для врачебного кабинета, для поликлиники, для банка, например, или для чего-то еще, да, тем не менее, у нас будет какой-то клиент, предположим, у которого будут какие-то свойства, имя, возраст, не важно что, но главное, что у него будет обязательно поле приоритета, а это будет отдельный объект, да, вот, поэтому мы сделаем, что, во-первых, мы перегрузим NQ, переопределим NQ, наш родительский, вот, что мы сделаем? Мы тут на всякий случай сделаем проверочку о том, что это вообще-то должен быть объект, да, поэтому мы написываем, если это, если то, что пришло не является объектом, объектом, да, ну, то мы там сообщим об ошибке, как-нибудь, да, ожидается объект, ожидается объект, а передан, чтобы было сразу понятно, да, мы сразу напишем, что нам передали, да, а передан не что иное, как type of этого вид, укажем сразу же, да, чтобы было понятно, ой, я не те скобочки поставил, слегка, вот так, правильно, то есть отследили небольшую ошибочку, которая может возникнуть, правильно, да, вот, на всякий случай давайте еще сделаем еще одно условие, что нам не просто объект, а у объекта обязательно, а то ведь забудут, да, else if, у этого объекта должно быть обязательно свойство priority задано, priority, и если это priority, соответственно, какой-нибудь, если его нет, то мы напишем, что у объекта, да, отсутствует, соответственно, данное поле, вот так, это мы просто избежали ошибочек, чтобы люди знали, а если все хорошо, если все хорошо, то мы вызываем, передаем все управление ради дискому конструктору, о, извините, не конструктору, методу, да, методу, да, а вот, теперь, аналогично мы, аналогично мы переопределим декью, декью, выборку, например, да, вот, здесь мы сделаем что? LED приоритки, да, ну, давайте будем выбирать при выборке, не важно, на самом деле, здесь, по барабану, тогда сортировать, всегда сортировать, что есть при этом, приоритки, небольшое, небольшое, освежествуем сортировку, тоже надо отдельно поговорить, да, когда-нибудь, о их, всяких разновидностях, вот, они туда, и опять же, давайте-ка, порычим, порычим, значит, здесь у нас получится объект и индекс, правильно, да, они нам оба, наверное, понадобятся, оба понадобятся, так, если у нас, у объекта приорити, приорити, чем текущие приорити, то, меняем, приорити, это по приорити, рест и позицию, меняем, вот, как-то так, и возвращаем, соответственно, да, ретюрн у нас будет на здесь, дейта, не такая дейта, конечно, дейта, ретюрн дейта, сплайс, лишен, один, ноль, вот так, как-то, да, что-то типа такого, так, все, да, ну и, что мы еще переопределим, переопределим еще метод, переопределим еще метод шоу, поскольку у нас здесь все-таки объект в объекте, сложная структура, да, мы чуть-чуть здесь по-другому сделаем, это строка, которую мы будем возвращать, вот, мы ее сформируем чуть-чуть по-другому, да, то есть это у нас будет, опять, форычка пройдемся по нему, форыч, значит, форыч, будем сбрасывать объект, правильно, да, объект, объект, а здесь в объекте будем делать что? строка плюсуем, да, это объектовое, шоу, плюс, числашка, вот так, там мы строкой, а здесь мы списочком дадим, бам-бам-бам-бам-бам, чтобы не строчка в списке, вот и все, слегка, вот, да, то есть у нас есть теперь класс, который слегка видоизменил своего родителя, супер класс, наследник, вот, и мы можем теперь, теперь, а теперь мы опишем, ну давайте у нас в банк, да, будет очередь, поехали, теперь у нас будет класс, мы говорим, давайте сделаем очередь с приоритетами для банка, давайте, вот у нас будет клиент, клиент, да, у клиента будет конструктор, дайте-ка я конструктор украду, да, где-нибудь, да, вот так вот, чтобы писать лень, мы же ленивые, вот, у него тоже будет имя, только вот это у нас будет приоритет, сюда будем передавать, да, приоритет, соответственно, name, name, а вот это как раз будет приоритет, 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 так вот будет, ну понятно, можно понавтыкать, каких угодно других, да, вот, причем на всякий случай, чтобы можно было увидеть, давайте посмотрим его, да, show, мы же к нему там обращаемся, да, у него тоже будет show, this name, так, двоеточие, плюс, this, приоритет, вот, ну давайте, в одну строчку сделаю, чтобы место, вот так вот было, да, вот, тоже show, вот он к нему будет обращаться, видели, да, когда мы будем бегать по этим объектам, по этим объектам, мы будем выбирать, обращаться к show объекта, и компоновать строчку, бам-бам-бам-бам-бам-бам, слышно, то есть такой список будет, да, вот, и все, ну поскольку у нас банковское дело, то давайте сделаем bank, банк, это new, priority queue, вот он банк, и теперь к нам приходят всякие разные люди, да, получают бумажечку на руки, например, талончик, new клиент, new клиент, john, например, 5, неважно, да, там второй клиент пришел, какой-нибудь майк, пусть у него там будет, не знаю, 3, пауль пришел, у него пусть будет 2, ринго зашел, у него пусть будет 4, то есть я вразнобой, джордж, джордж, с яичкой, например, пусть зайдет, да, вот какие-то разные клиенты, да, пошли, 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 все, теперь мы поехали, да, значит, мы сначала давайте посмотрим, что у нас тут, да, всего, напишем, всего клиентов, всего клиентов, банк, сайт, конечно, да, банк сайт, раз, принт, посмотрим их, да, посмотрим их, принт, всего клиентов, 100 года, принт, банк, шоу, вот так, да, давайте запустим, посмотрим, ой, не туда нажал, что-то где-то потерял, так, давайте посмотрим, 102, здесь, опечатался, ретюн, чувствую, о, вот смотрите, обратили внимание, да, всего клиентов, они в куче пока стоят, видите, с билетиками, начали вызывать, всего клиентов 5, вот они, раз, два, три, четыре, пять, отлично, отлично, вызываем первого, да, на обслуживание теперь клиента, да, принт, принт, давайте напишем так, обслужив, об, обслуживается, обслуживается, банк, банк, декю, ней, банк, декю, ней, да, вот, Ожидают в очереди кто-то. Давайте посмотрим, что у нас сейчас выявится. О, видели как? Обслуживается Джордж. Джордж уже последним пришел на самом деле, да, зараза? Обслуживается первым. Все остальные ожидают в очереди, да? Вот. Ну, то есть можно сейчас таким образом продублировать это дело несколько раз, да? И посмотреть, как оно там все есть. Видите, да? Видите, вот он. Джордж, потом пошел Пол, потом пошел Майк, потом пошел Ринга, ну и вот Джон остался в очереди, да? Вот, пожалуйста, уже тут у нас... Товарищ. 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 Теперь, друзья мои, На самом деле, тут очень интересная вещь. Я вам тут сказал, упомянул, вы видели, нам пришлось сортировать. Упомянул сортировку и сказал, что сортировок на самом деле много и есть вероятность, что когда-нибудь у меня дойдут руки и до сортировок. Там много о чем говорить. И поиск надо осуществлять в массивах этой сортировки. Тем не менее, одна очень интересная сортировка есть, которую можно очень хорошо сделать с помощью именно очередей. Причем уникальность этой сортировки в том, что там в принципе значение вообще никаким образом не сравнивается. Ну, сортировка чисел. Она называется RadixSort. RadixSort – поразрядная сортировка. Паразрядная сортировка. Как она работает? О, как она работает? Работает она очень интересно. Смотрите. Предположим, у нас есть определенное количество значений. Ну, например, давайте там от баллы что-нибудь такое нарисуем, да? Вот так. Например, вот так. Вот так. И давайте там вот так. Вот числа. Нам их нужно отсортировать. Как здесь сортируется, причем без единого сравнения? Она называется поразрядная. Здесь проходит несколько подсортировок вспомогательных согласно количеству разрядов. У нас этих, у нас разрядов два, вы видите, да? У нас есть единицы и десятки. Значит, что делается? Что делается? Заводится, поскольку у нас цифры только от 0 до 9, соответственно, заводится 10 так называемых корзин. 0, 1, 2, 3, 4, да? То есть, выглядеть это так будет. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 корзин. И сюда, соответственно, да, сюда начинают укладываться, распределяться значения по единицам. То есть, вы видите, да, что среди чисел с нулем единиц нет. Правильно? Поэтому там ничего не кладется. Сюда у нас кладется, что? 91 и кто еще? 31, да? 31. Я надеюсь, никто не забыл, что это по единице и прочее, да? Так, двойки. 92, 22. Правильно, да? Троек у нас нет, четверок нет. Здесь у нас 85, да? 15. 35, правда, да? 35. Вот. А, шестерка есть еще, да? 46. Все. Теперь, что мы делаем? Теперь мы просто последовательно сверху вниз, слева направо, извлекаем это дело. Обратите внимание, да? 91, 31, 92, 22, 85, 15, 35 и 46. Правильно, да? Произошла предварительная сортировка. Обратите внимание, никаких сравнений нет. Потом идет дальше. Смотрим, что у нас еще есть. У нас есть десятки. Десятки. Пошли теперь укладывать их, выбирать и раскидывать по десяткам, да? Значит, смотрим. В нуле никого нет. Здесь у нас единичка. Это кто? 15, правильно, да? Двойка есть. 22. Тройка. 31. И 35, да? 35. 35. 35. 46. Правильно, да? Пятерка есть? Нет пятерки. Восемерка есть. 85 и 2, 9. 91 и 92. Вот, все. Теперь, если вы выберете последовательно сверху вниз, слева направо, то у нас все хорошо отсортировалось. 15, 22, 31, 35, 46, 85, 91, 92. Понятно, что если у нас там были сотни, тысячи, то, соответственно, сколько разрядов? Столько. И надо провести вот этих вот приварительных сортировок. При его противовании никаких сравнений, да, равно ли это чему-то, абсолютно не происходит. Просто раскладывается по картинкам. Да? Я вам не буду это дело показывать. Это, если хотите, вам так, что называется, домашнее задание, да, надо реализовать вот этот самый механизм, понятно, который будет не из двух вот уровней, как у нас, он может быть в любом уровне, да, или на сотни, или на тысячи, и так далее, и так далее. Здесь лучше всего, друзья мои, очень хорошо подходит именно что очереди. Да, очереди. Ну, понятно, что там очередей должно быть несколько, да? Могу даже сказать, что их должно быть 10. 10 этереней, да, так на всяком случае. То есть, каждая картина – это своя очередь. Вот. И должно быть, и должен быть 10. И должен быть 10. Вот. Ну и... Еще, напоследок, еще есть одна такая структура. Вообще, это самостоятельная структура, но можно ее тоже считать частью очереди. Она называется DEC. DEC. Значит, это вообще такая самая бардачная структура. То есть, если мы говорили, что у нас есть стэк, да, последний входит, первый выходит, да, у нас есть очередь, это первый вошел, первый вышел, то DEC, он, это смесь. То есть, он может любым войти, любым выйти. То есть, мы можем зайти, как очередь, сзади, но можем извлечь его и спереди, и опять же сзади. С любой стороны, где угодно, и как угодно. Вставляется сколько с одной стороны? А? Нет, то же самое, то же самое. Можно и туда, можно и вставлять с любой стороны, и извлекать с любой стороны, но это совсем универсальная вещь. Ну, как правило, как правило, для этих целей, как правило, кстати, вполне себе, обратите внимание, в нашем случае, опять же, если мы хотим описать сам как объект, тот же самый DEC, мы можем взять опять очередь, да, то есть, мы можем описать класс DEC через наследование очереди, видите, уже второй раз ее наследуем, да, то есть, не зря писали. Вот, у DEC, у них, как правило, значит, то есть, обратите внимание, вообще все, то, что очередь, то есть, абсолютная очередь, DEC со всеми вытекающими, там, ситуациями, но у него есть что? Значит, у нас есть add at front, как правило, но опять, что считать фронтом лево-право, это уже, как бы, на нашей совести, да, здесь, здесь data, наша, да, data, push, фронт будет, например, там, да, соответственно, add at rear, это будет unshift, наверное, да, вот как-то так, unshift. Соответственно, извлечение, это будет remove, remove rear, это return, shift, shift, вот, и remove front, фронт, это получается у нас, да, вот, ну, технически, как видите, да, вот такой речь. Что с ним можно сделать, друзья, с ним можно сделать, ну, самый, опять же, хрестоматийный пример, я уж не знаю, да, на самом деле этот пример используется везде, его можно и с помощью стека сделать, и без стека сделать, вообще-то классика жанра. Определение палиндрома, например, да, палиндром вообще очень удобная вещь, потому что можно показать и на примере стека, и без стеков, и на примере функций, и таких, и сяких, вычленить. Везде положительный и отрицательный результат. Ну, давайте с деком напишем для интереса, напишем функцию из палиндром, и из палиндром, сюда приходит, понятно, строка. Знаете, да, что такое палиндром? Это типа наган, слева направо читается, да, или строка, а роза упала на лапу озора, например. Более сложная вещь. Значит, что мы сделать, сделаем. Давайте создадим back. Раз. Раз. Берем строчку, добавляем ее по... Возьмем у массива похитим forage. Уж очень он хорош. Воспользуемся forage. Бросим туда строчку. Характер, да? Вот, и... Ну, куда его добавлять, не важно. Давайте сзади добавим. Давайте спереди добавим. Тут уже кому-то как. Нравится. Будем его добавлять. Характер. Ба-бам. Добавили, да? Придумаем какую-то переменную. Типа... Окей. Которая будет сообщать, все хорошо у нас или плохо, да? Вот. И теперь можно... Что сделать? While. Мы пользуемся методами, которые в родительском классе определены. Пока там и там все хорошо, мы начинаем с двух сторон извлекать. С двух сторон извлекаем. И это у нас D, remove, front. А R, remove, соответственно, R, remove, R. Правильно, да? Ба-бам. Поизвлекали. Теперь спрашиваем. Если... То есть мы по одному, да? Мы до первого дней не совпадение, да? Если from не равен R, то дальше уже делать нечего. Если он не равен, то наше окей переводим в fault. После чего наш, собственно говоря, цикл закончится. И в конце мы этот окей и вернем. Правильно, да? Все. Можно попробовать. Print. Давайте отпечатаем. И с полиндром. Давайте сделаем, например, слово привет, которое не является полиндромом. И как раз слово наган, которое является полиндромом. Запускаем. И получили, как видите, то, что и должны были получить false в первом случае и true в этом случае, да? Во втором, так и должно было быть. Мораль, друзья мои, какая? А мораль такая, что как и стеки очереди и приоритетные очереди, и, как видите, теки используются для упрощения некоторых операций в процессе программирования. Как и стеки, в этих структурах данных доступен только один элемент. Но только тот, который в очереди, я имею ввиду, доступен, который был вставлен первым. Основные операции с очередью, это у нас вставка элементов в конец очереди, извлечение в начале очереди. Мы на примере игры ход потета увидели, что очередь может быть реализована в форме циклической очереди, да? Вот. В которой мы осуществили циклический переход индексов от конца массива к началу, правильно, да? А в приоритетной очереди там доступен элемент с неким ключом. Ну, в нашем случае он был с наименьшим, можно сделать с наибольшим. Это уже, опять же, кому как нравится, да? Значение ключа какое. Что является приоритетом? Опять же, основные операции, когда мы работаем с приоритетной очередью, это вставка элементов в порядке сортировки и удаление, соответственно, по приоритету ключа. Ну, мы все это, понятно, реализовывали достаточно просто на базе банального основного массива. Я бы сказал, да. Вот у нас еще, что касалось, по очереди. Так что у нас теперь два на руках абстрактных типа данных, стыки, очереди, очередь приоритетов и даже дек. Все. Уже многое можно сделать с их помощью.